МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. Диагноз и лечение на расстоянии. В областном кардиохирургическом центре открылся специальный ситуационный центр для помощи сельским жителям посредством телемедицины. Большое количество воды в дизельном топливе стало причиной выхода из строя топливных систем нескольких автомашин. Стали известны результаты экспертизы солярки, которым торгуют на АЗС «Газпромнефти». Для чиновников каждого государственного учреждения установлен свой уровень владения государственным языком. Об изменениях в системе КАЗ-тест рассказали на специальном семинаре. В нашей области числится более 39 тысяч пациентов с ишемической болезнью сердца. Количество кардиологов оставляет желать лучшего. Особенно остро стоит вопрос нехватки узких специалистов в сельских районах. Нередко их работу в селах выполняют терапевты, которые не всегда знают, как правильно выстраивать лечение. Чтобы исключить такие проблемы и помогать сельским врачам, в областном кардиохирургическом центре открылся специальный ситуационный центр. Новый ситуационный кабинет будет выполнять функцию аналитического центра. Сюда будет передаваться вся информация об электрокардиологических исследованиях и ход амбулаторного лечения тяжелых пациентов. У сельских жителей будет возможность, снимая электрокардиограмму у постели пациента, тут же передавать ее через блютуз на планшет. Мы видим эту электрокардиограмму в программе, подается определенный знак, мы все это будем демонстрировать чуть позже. И таким образом мы уже можем давать квалифицированную интерпретацию. Соответственно, все это будет сопровождаться консультацией по дальнейшей тактике ведения пациента. Для стабильной работы ситуационного центра закуплены 15 телекардиографов, которые будут передавать в центр результаты ЭКГ через интернет. Новые аппараты установили в сельские районы. Кардиологический центр потратил на их приобретение порядка 8 миллионов тенге. Работу нового ситуационного центра проинспектировал Аким области Нурмухамбет Абдюбеков. Глава региона пожелал, чтобы нововведение стало действительно необходимым. И даже вспомнил печальный опыт внедрения электронного журнала «Белемал». По информации медиков, в области по-прежнему имеется нехватка узких специалистов. Укомплектованность кардиологами в сельских районах всего 70%. Также медработники отметили, что подобные кардиографы не мешало бы установить и в каретах скорой помощи. Большое количество воды обнаружили в дизельном топливе автозаправочной станции компании «Газпромнефть» Казахстан. Таковы результаты экспертизы. Напомним, что 8 марта водители дизельных автомашин пострадали от некачественного топлива. О результатах экспертизы и дальнейших действиях пострадавших расскажет Андриты. В Казахстан компания поставляет летнее дизельное топливо производства Омского нефтеперерабатывающего завода, которое соответствует экологическому классу «Евро-5». Таков был официальный комментарий пресс-службы компании «Газпромнефть» Казахстан. Является ли присутствие большого количества воды в дизельном топливе признаком экологического стандарта «Евро-5»? Скорее всего, нет. Но именно в воду обнаружили специалисты в дизельном топливе, отобранном из колонок Карагандинской АЗС. Игорь Ким – один из тех, кто заправил свою машину некачественной соляркой. Он же стал одним из инициаторов проведения экспертной проверки. По их техническим условиям она не соответствует их тех условиям, которые заявлены на АЗС, что они торгуют именно этой соляркой. И плюс еще в ней же содержится вода, что категорически недопустимо. Вода, когда попадает в двигатель, это критично. На сегодняшний день в общественное объединение по защите прав потребителя обратилось три человека. Ознакомившись с документами, защитники усмотрели сразу два нарушения со стороны автозаправочной станции, а именно… Первый момент. Во-первых, они использовали дизельное топливо летнее в ту погоду, в которой используются, скажем так, ну, будем говорить, при минусовой температуре. То есть, что недопустимо. Второй момент. Даже если говорить о том, что у них дизельное топливо там летнее, оно даже не соответствовало тому ГОСТу, который распространяется на летнее дизельное топливо. То есть, нарушения здесь в любом случае с обеих сторон есть. По мнению официальных представителей компании, водители предупреждали о том, что солярка летняя. Вот только до инцидента ни у кого не возникало претензий. А ведь и морозы были сильнее. Пострадавшие водители уже написали претензии в адрес «Газпромнефть Казахстан» с требованием компенсации. Причем не только стоимости топлива, но и ремонта всей топливной системы автомашин. Общая сумма для ремонта – 1 миллион 914 чем-то. Плюс я тратил деньги на исследование дизельного топлива. И плюс я хотел бы, чтобы мне возместили эти 20 тысяч, которые я заправлялся на них, за которые я купил эту некачественную солярку. Пострадавшие намерены решить проблему в досудебном порядке. Если этого не удастся, предстоит судебная тяжба. В гарантии же считают, что пострадавших может быть больше. Три человека, которые сейчас начали, да, им сейчас в досудебном порядке удовлетворят, возможно. Лишь бы, как говорится, скандала не было. Но таких потребителей, я так понимаю, за это очень много. То есть сейчас это, наверное, может быть одна десятая часть какая-нибудь из тех, которые обратились. А те, которые там уехали, и они на полдороги где-то заглохли, или у них сейчас только последствия вылазят, они, конечно, все уже оставили. Большинство так потребителей поступают, что они рукой махнут и говорят, да, ладно, ничего не добивешься. На самом деле можно добиваться. Учителю физики Юрию Паку сократили срок по амнистии. Абайский районный суд удовлетворил представление исправительного учреждения поселка Карабас о сокращении неотбытой части наказания осужденного. Паку сократили срок на 5 месяцев 12 дней. Оставшийся срок наказания составляет 1 год 4 месяца. 10 марта Абайский районный суд рассмотрел ходатайство колонии о сокращении срока наказания Юрию Паку. Судья Гульнар Механова удовлетворила представление. Неотбытая часть наказания будет сокращена на 1 четвертую часть, то есть на 5 месяцев 12 дней со дня введения в действие закона об амнистии. Оставшийся срок наказания составляет 1 год 4 месяца. Учреждение карты 5-9-11 поселка Карабаса Байского района Карадовинского района обратилось в Карабасский районный суд с представлением о сокращении неотбытого срока наказания в отношении осужденного Пак Юрия Дмитриевича. 10 марта 2016 года данное представление об амнистии районным судом под председателем Судья Механовой удовлетворено. Ослуженного Пак Юрия Дмитриевича неотбытая часть наказания сокращена на 1 четвертую часть, то есть на 5 месяцев 12 дней со дня введения в действие закона об амнистии. Постановление суда закона, чьего не вступило и может быть обжалено либо протестованно в течение 15 суток со дня его провозглашения. Напомним, 3 октября 2016 года карагандинский учитель физики Юрий Пак был приговорен к 2 годам колонии по обвинению в лжетерроризме. 29 декабря прошлого года апелляционная коллегия оставила без изменения решение суда первой инстанции. Также в начале года родные обратились в Абайский районный суд, чтобы воспользоваться правом на амнистию. А 9 марта текущего года родные осужденного опубликовали результаты независимой фоноскопической экспертизы, которую сделали в Ростовском центре судебных экспертиз в России. Согласно заключению российских экспертов, голос злоумышленника не принадлежит Паку. Также адвокат семьи обратился с заявлением в Карагандинский областной суд с требованиями пересмотреть уголовное дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Айя Мамрина Бауржан Ермагомбетов, первый Карагандинский. 37-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения в больнице Балхаша. Подозреваемые в убийстве, задержанные по сведениям Департамента внутренних дел, преступление произошло 7 марта на одной из улиц города. 7 марта жители многоэтажек по улице Молдогуловой услышали выстрелы. У одного из подъездов прохожие обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями. Оперативно на место прибыли полиция и карета скорой медицинской помощи. Однако спасти жизнь 37-летнего мужчины не удалось. Он скончался в операционной. По предварительным данным, в мужчину стреляли дважды. Одна пуля прошла мимо, другая попала в живот. По горящим следам, в одном из СТО Балхаша были задержаны подозреваемые. Одному 32 года, другому 29 лет. Полиция выясняет, кто же произвел роковой выстрел. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть убийство. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны двое жителей города Балхаша в 88 и 85 годы рождения. Задержаны дали признательные показания. У них изъяты вещественные доказательства. В настоящий момент они во дворейный изолятор временного содержания проводятся расследования. Продолжаем выпуск. В Каркаролинске сняли, как коровы исчезают в норе под снегом. Сарай оказался настолько заметен снегом, что еле видна крыша. Коровам приходится буквально нырять в сугроб. Видео на своей странице в социальной сети опубликовала пользователь Хамеда Айткалиева. События, как указано в подписи к видеозаписи, происходят в городе Каркаролинск Карагандинской области весной нынешнего года. Около 4 тысяч чиновников показали средний уровень владения государственным языком. Таковы результаты последнего тестирования. В Академии Булашах провели областной мастер-класс, на котором разъяснили стандарт КАС-тест. Чиновники городских акиматов показали низкий уровень знания государственного языка. За последние три года тестирование сдавали более 12 тысяч человек, из которых 11 700 подтвердили свое знание казахского языка. Этот результат наглядно показывает необходимость более тщательного подхода к изучению языка. Об этом говорили на специальном семинаре в Академии Булашак. В департаменте юстиции Карагандинской области по системе КАСС обучаются все сотрудники, начиная с руководящего состава и всех специалистов. То есть мы два раза в год готовим своих сотрудников к сдаче, к тестированию по системе КАСС. Это по двум уровням, то есть по диагностике и по сертификации. Целью семинара является подготовка сотрудников к сдаче экзаменов. В течение мастер-класса рассказали о новых стандартах тестирования. К примеру, специалисты поведали о том, что для чиновников каждого госучреждения определен свой уровень владения казахским языком. Мы специально сегодня раздаем диски, где записаны тесты. Сотрудники могут пойти в свое учреждение, пройти пробный тест. Также онлайн-тестирование можно пройти на сайте национального центра тестирования. Могут посмотреть, насколько они владеют старшим языком. Система КАЗ-тест основана на принципах международных систем оценки языковых знаний. В нынешнем году тестирования пройдут более шести с половиной тысяч государственных служащих. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Бауржан Ермагометов, Первый Карагандинский. В январе глава государства рассказал о нововведениях в законе. В частности, о перераспределении полномочий между ветвями власти и о поправках в Конституции. Большие всенародные обсуждения вызвали изменения статьи номер 26 основного закона. В Караганде историки, юристы и преподаватели высших учебных заведений высказали свое мнение об этих изменениях. За круглым столом в стенах Дома Дружбы собрались юристы, историки, а также преподаватели высших учебных заведений и студенты Караганды. Собравшиеся высказали свое мнение по вопросам изменения в Конституции. Напомним, что в связи с бурным обсуждением 26 статьи Нурсултан Абишевич решил оставить все как есть. И в частности вызвало широкое обсуждение и резонанс общественной поправкой или формулировкой от части новой относительно собственности, где указывалось в пункте 1-26 статьи о том, что каждый имеет право собственности. Ну и вот развернулась оживленная дискуссия по этому вопросу. И президент, подводя итоги в частности по данному пункту, по данному вопросу, предложил оставить эту 26 статью Конституции Республики Казахстан в неизменном виде. На совещании историки рассказали, что в каждом государстве конституционная реформа играет важную роль. Например, изменения в основном законе Китая и США, России и Германии происходят каждый год. И поэтому каждая реформа обдумывается тщательно. И данные изменения исключительно во благо нашей страны. В 2015 году Ельбасы во время выборов рассказал, что реформы будут. И все они не решаются в один день. Для этого нужны годы. Все это делается для улучшения экономического положения и процветания нашего государства. А на сегодня главная цель реформ – это перераспределение полномочий между ветвями власти. Как стало известно, перераспределение полномочий между ветвями власти будет обсуждено в течение месяца. Затем будет принято окончательное решение. Но не нужно забывать и о том, что конституционные реформы обсуждались 10 лет назад. Продолжаем выпуск. Около 300 правонарушений совершено подростками в прошлом году. Несмотря на то, что с каждым годом эта цифра идет на снижение, прокуроры не перестают бить тревогу. Согласно их данным, несовершеннолетние преступники молодеют с каждым годом. Наиболее часто молодыми людьми совершаются такие преступления, как кражи чужого имущества, грабежи, мошенничество и убийство. В прошлом году в отношении молодежи зарегистрировано 30 уголовных дел по фактам убийства. Более 300 правонарушений совершены в состоянии алкогольного опьянения. К административной ответственности привлечено более 400 несовершеннолетних. В основном подростков привлекают к ответственности за нарушение правил общественного порядка. Сведения о преступлениях хранятся годами. В настоящее время в Караганде установлены 328 видеокамер, рассказали прокуроры студентам Политехнического университета. Сотрудники управления правовой статистики провели профилактическую беседу с молодежью и предупредили их о неминуемом наказании любого преступления. Очень многие полезные информации получили про административные нарушения, про камеры, которые стоят у нас по городу. То, что есть много различных всяких административных нарушений, какие последствия будут после этого. Молодому поколению надо понимать, что выбросить в неположенном месте без обидного мусора, пусть это будет автобусный билет или окорок от сигарет, недопустим, подчеркнули прокуроры. А Емамрина Бауржан Ермагомбетов, первый, Карагандинский. Казахстанские команды успешно преодолели первый раунд плей-офф. Стоит отметить, что нынешний сезон высшей хоккейной лиги изобилует сенсациями. Когда карагандинским болельщикам ждать очередные яркие матчи, расскажем далее. Трехкратный обладатель Кубка Братиной Нефтекамский Торос уступил клубу «Динамо» из Санкт-Петербурга и впервые выбыл из борьбы за трофей на столь ранней стадии. Пожалуй, это главная сенсация нынешнего плей-оффа. Отметим, что карагандинская СРРК в одной восьмой финала не встретила серьезного сопротивления со стороны чеховской звезды. Впереди по меньшей мере четыре матча с Курганским за Уралье. Регулярный чемпионат Курганский клуб завершил на восьмом месте турнирной таблицы. Автором еще одной сенсации чемпионата стали наши соотечественники – Усть-Каменогорский клуб «Торпеда». Мало того, что восточно-казахстанцы окончили сезон на вершине турнирной таблицы, так еще и в одной восьмой финала не проиграли ни одной игры. Следующим соперником выступит питерская «Динамо». Сегодня спортивные аналитики уже не делают прогнозов, но вполне возможно, что мы станем свидетелями казахстанского дерби. Стоит отметить, что с командой за Уралье наши хоккеисты встречались дважды за сезон. И оба раза карагандинцы одержали верх. Один раз с разгромным счетом – 7-1. Игры плей-офф проходят до четырех побед. На своем льду у дворца Караганда-Арена Сарарка сыграет 12 и 13 марта. Затем две игры в Кургане. Андрей Тен, Боржан Ермагометов, первый карагандинский. Это все, о чем мы успели рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Салбову, здорово. Редактор субтитров А.Семкин